В эфире телеканал Лоба, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Повысить эффективность деятельности ТОС в Лобинске состоялся семинар для лидеров общественного самоуправления. Хотел ограбить магазин, но испугался. Полицейские задержали подозреваемого. Тренинг для родителей, чьи дети страдают расстройством аутического спектра. Активисты ТОС Лобинского района подвели итоги 10-летней деятельности. Большой семинар прошел в администрации города. В нем приняли участие депутат ЗСК, заместители глав района и города, председатель микрорайонов и квартальных комитетов. В своих докладах представители ТОС акцентировали внимание на реализации новых проектов. Активисты ТОС постоянно находятся во взаимодействии с жителями. Общественники всегда в гуще всех событий, происходящих не только в отдельном микрорайоне, но и в целом в районе. Болеющие душой за родную землю собрались вместе, чтобы подвести итоги 10-летней деятельности. Присутствующих в зале приветствовал заместитель главы района Игорь Чигаев. Вы являетесь не на словах, а на деле тем, это может банально звучать, но так и на самом деле есть, тем связующим звеном между депутатами, главами поселения, главами районов и нашими жителями. Потому что, исходя даже из своего опыта работы, будучи депутатом города, председателем комитета, когда выходишь на сход граждан или приезжаешь на какое-то мероприятие, где происходит обсуждение каких-то проблемных вопросов, нас, к сожалению, не всегда так воспринимают, как бы по-своему, так как вас. И вы всегда найдете и доброе слово, и успокоите людей, и где-то поправите, где-то нам замечания добрые подскажете, как лучше к людям. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, представитель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, уделяет большое внимание органам ТОС. Всячески поддерживают развитие этого движения в крае, потому что благополучие любой территории, улучшение качества жизни населения напрямую зависит от активности граждан в решении насущих проблем, подчеркнул депутат ЗСК. Иван Артеменко присутствующим в зале довел информацию о том, как в целом складывается экономика в крае, говорил о сельском хозяйстве, социальной политике и о развитии территории. Впервые в истории современной России мы экспортировали почти 75 тысяч тонн сахара свекловичного на экспорт. Поэтому думаю, что сейчас увеличиваются посевы сахарной свеклы, производство сахара будет увеличиваться, и мы таким образом полностью себя обеспечили страну сахаром собственного производства. Я хочу сказать, что ситуация по социальной сфере находилась и будет находиться в центре внимания администрации законодательного собрания края. Более 70% расходов краевого бюджета мы направляем на социальную политику. Непосредственно в социальную сферу мы направляем 39,7 миллиардов рублей в этом году. У нас сейчас более 100 видов субсидий, которыми пользуются жители нашего края. И, конечно же, в приоритете многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды. В общем, большая категория граждан, которые получают всевозможные субсидии и дотации. Тусовцы – главные помощники власти на местах. При этом зачастую им не хватает знаний, в том числе правовых. Поэтому уже в течение нескольких лет руководители ТОС, занявших первое, второе и третье места, собирают на трехдневные краевые семинары. На них депутаты и специалисты ЗСК, представители краевых министерств и ведомств не только читают лекции, но и дают определенные знания, которые активисты потом используют в своей работе, доводя эту информацию до населения. Представитель четвертого микрорайона вернулось в занятие. Полученной информацией Галина Игнатьева поделилась с коллегами. В семинаре принимали участие руководители ТОСов из 44 муниципальных образований Краснодарского края. Это победители конкурса на звание «Лучший орган территориального самоуправления». На краевом семинаре ТОСовцы узнали новое в законодательстве. Им рассказали об участии общественников в мероприятиях по осуществлению муниципального земельного контроля и участия в комплексных кадастровых работах. Говорили о реализации законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, управлением многоквартирными домами и обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами. Также на семинаре обсуждались меры господдержки малых хозяйств и развития сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе края. Главная цель семинара – повысить эффективность деятельности ТОСов, а для этого необходим обмен опытом, оказание методической помощи, распространение лучших практик и обсуждение проблем. Поэтому на заседание о своей работе за прошедший период отчитались представители ТОС Станиц Вознесенской и Владимирской, ежедневном графике активистов, вопросы жизнедеятельности Станицы, социальные, вопросы землепользования, проведение акций антинарка, антитеррора, профилактика возникновения инфекционных заболеваний среди животных, вопросы своевременной оплаты налогов, приведение в надлежащее состояние при домовых территориях, противопожарной безопасности и многие другие вопросы, важные для станичников. Наши председатели комитетов работают уже много лет. Это люди неравнодушные, заботливые, заслужившие доверие окружающих жителей. Это люди, имеющие большой жизненный опыт и авторитет у жителей. И как говорят сами активисты, все это делается не ради знаний и наград, а ради общей цели. Жители хотят видеть свои дворы, улицы красивыми, уютными и безопасными. Местная власть, в свою очередь, всегда старается слышать жителей микрорайонов и откликаться на их обращение. Общими усилиями активных жителей и руководства администрации с каждым годом населенные пункты развиваются и становятся краше. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Лобинские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Подробности в сюжете Людмилы Никоновой. В дежурную часть отдела МВД России по Лобинскому району поступил звонок от продавца одной из торговых точек сообщением о разбойном нападении. Женщина пояснила, что в вечернее время в торговый зал магазина зашел неизвестный мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать все денежные средства из кассы. Смотрю резко мне пистолет, вот это в мою сторону, и быстро кассу, быстро кассу вот этот. Я такая, да, да, я говорю, сейчас дам, дам, я говорю, подождите, я вот это как я со стула выпрыгнула, я не знаю. Потерпевшая не растерялась и стала звать на помощь. Поняв, что завладеть деньгами ему не удастся, нападавший скрылся с места совершения преступления. Весь личный состав Лобинской полиции был нацелен на розыск и задержание злоумышленника. Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили свидетелей, очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения. Бдительные граждане указали направление, в котором скрылся нападавший. Близлежащие улицы были оцеплены сотрудниками полиции. В результате проведенных мероприятий в течение двух часов был установлен и задержан по месту жительства злоумышленник. При нем был обнаружен пневматический пистолет и вещественные доказательства. Следственным отделом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И вот как прокомментировали это преступление в Краевом ГУВД. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий участковые и уполномоченные полиции в течение двух часов задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 18-летний местный житель. В ходе осмотра его домовладения полицейские обнаружили пневматический пистолет, что подтвердила проведенная экспертиза. В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. В Лобинске состоялся трехдневный практический тренинг по применению процедур прикладного анализа поведения для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра. Тренинг прошел при содействии общественной организации родителей «Особый Лобинск». А занятие провела специалист из Самары Екатерина Седых. В Лобинске не так давно открылась общественная организация «Особый Лобинск», объединяющая всех родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. В нашем городе создана общественная организация родителей, воспитывающих детей инвалидов. Администрация города нас поддержала, нам выделили помещение, в котором мы очень скоро будем собираться. И мне бы хотелось призвать родителей, имеющих особых детей, чтобы они не сидели дома, не оставались один на один со своей проблемой, а приходили к нам, объединялись. Мы постараемся сообщать то, что невозможно решить поодиночке. В первую очередь активисты общественной организации решили помочь тем родителям, кто столкнулся с проблемой детского аутизма. Сегодня эта проблема очень актуальна, причем во всем мире. А реабилитация – это главное при данном заболевании. И то, что сейчас в разных регионах и городах открываются центры помощи для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра, это очень важно. Специалисты центра в области прикладного анализа поведения из Самары пригласили в Лобинск. Екатерина Седых провела трехдневный практический тренинг с родителями детей с расстройством аутического спектра. По данным Всемирной организации здравоохранения, еще год назад официальные данные, которые можно найти на сайте, были такие, что аутизмом страдает один ребенок из 88. В этом году свежая информация, которую я читала, один из 68. И чаще всего это мальчики. То есть статистика неумолима. Получается, что не занимаясь такими детками, мы ставим на этом крест. А на самом деле дети с аутизмом, они имеют в себе большой потенциал. Нужно только правильно их обучать. Обучать надо не только детей, но и их родители, отмечает Екатерина Седых. Ведь именно они по жизни ведут своих детей, а им помогают специалисты. Все, кому интересна эта тема, приняли участие в обучающем семинаре. Если поставили диагноз аутизм, и родители понимают, каким образом нужно воспитывать своего ребенка, специалисты понимают, какими методами его нужно обучать, то тогда этот ребенок может полноценно приобретать знания, становиться полезным членом общества. Тренинг рассчитан и на родителей, и на специалистов, потому что только во взаимодействии семьи и учебных учреждений мы можем хорошо обучать этих детей. И социализировать их. Вопросы примерно одинаковы у всех, и у родителей, и у специалистов. Как ему вот это объяснить? Он меня не слушается. Как быть, когда он кричит? Вот на все эти вопросы может дать ответ прикладной анализ поведения. То есть правильное поведение взрослых, которые окружают этого ребенка, приводит к тому, что поведение ребенка меняется. И он начинает себя вести так, как нужно в обществе. Это не последнее наше мероприятие. Мы будем стараться, чтобы это было как можно чаще. И охватывать не только аутизм, но и детей с ДЦП, детей с ОВЗ. Их много, они разные, к ним разные подходы. Мы хотели бы пригласить специалистов по ЛФК и по кинезотерапии в Лобинск. Опять же, когда соберется группа «Инициативная мам» и специалистов, если им это будет интересно. Дальтвиненко, Горисаков, телекомпания «Лоба». Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды на 20 июня. Партнер метеовыпуска – торговый центр «Арис». Огромный выбор летней одежды, обуви, сопутствующих товаров для всей семьи. Отличное качество и доступные цены. Торговый центр «Арис», город Лобинск, остановка Родина. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова